Добрый день, в эфире программа «Русская политика», я ее ведущий Николай Стариков. Вы только что прослушали блок новостей, а я только что вернулся с марша в защиту детей. К сожалению, не удалось мне дойти до самого конца, потому что я поспешил сюда, в студию, на встречу с вами, уважаемые радиослушатели. Но хочу сказать, что очень отрадно, что сегодня около 20 тысяч человек собрались на марш в защиту детей. Это еще одно доказательство того, что гражданское общество России формируется, активно развивается и может проводить такие серьезные акции. Потому что защита детей – это защита будущего, это защита самих себя, это защита страны. С любой стороны можно относиться к сегодняшней акции исключительно положительно. Что касается меня, моих коллег по общественной организации «Профсоюз граждан России», которые, я уверен, до сих пор находятся на этой акции, то мы выступаем против международного усыновления, мы выступаем за то, чтобы наши дети жили внутри России. И поэтому мне хотелось бы, уважаемые радиослушатели, сегодня предложить вам такой вопрос для голосования. «Считаете ли вы, что наши дети должны оставаться в России, что необходимо запретить полностью международное усыновление?» Если вы считаете, что да, нужно так поступить, полностью запретить международное усыновление, звоните, пожалуйста, по телефону код Москвы 495-916-5581. Если вы считаете, что нет, этого делать не нужно, пожалуйста, звоните по телефону 495-916-5582. Ну, а у нас сегодня в студии гость. Сегодня у нас в студии Константин Натанович Боровой. Здравствуйте, Константин Натанович. Здравствуйте. Знаете, я долго думал, как вас представить, и понял, что можно говорить совершенно разные вещи, но они все к вам будут абсолютно одинаково подходить. Можно сказать, известный политик, можно сказать, общественный деятель, можно сказать, биржевик, можно сказать, предприниматель. Все это будете вы. Константин Натанович, я, естественно, знал вас и до этой программы, но, готовясь к ней, внимательно прочитал вашу биографию. Ну, что греха таить. В 90-е годы, в начале 2000-х мы вас чаще видели на телевидении, чаще видели на радио, как-то ваше имя чаще звучало. Поэтому сейчас вот есть небольшой информационный пробел. Хочется спросить, чем вы сейчас занимаетесь? Я председатель оргкомитета создаваемой партии «Западный выбор». У нас 17 марта в конференц-зале в гостинице Измайлова пройдет съезд. И, кстати говоря, пользуясь случаем, приглашаю журналистов. Партия, которая выступает за вхождение России в мировое сообщество, цивилизованное мировое сообщество, за против, между прочим, имперских тенденций в нашей внешней и внутренней политике, за рыночную экономику, нормальную рыночную экономику. Ну, в общем-то, такая европейская партия. Вы знаете, когда вы назвали название «Западный выбор», если я не ошибаюсь, я сразу понял, что партия сугубо патриотического толка. Потому что с таким названием только патриоты выступают. У нас в программе есть, да, мы ссылаемся там на князя Владимира, на Крижанича, и мы считаем, что мы партия патриотическая. Но наш патриотизм – это не ксенофобия. К сожалению, термин «патриотизм» применяется в России сейчас к партиям, которые пропагандируют ненависть. Вот тут я не соглашусь с вами категорически, Константин Анатольевич. Во-первых, потому что я являюсь представителем патриотической партии, которая тоже находится в стадии регистрации. И поэтому, как представитель представителя, я хотел предложить вам не пиарить сейчас в эфире наши с вами политические партии, а говорить как человек с человеком, как человек с определенными взглядами. Вы меня спросили, чем я занимаюсь, я ответил. Да, с определенными взглядами. Дело в том, что сегодня, помимо вот этой замечательной гражданской акции «Марш в защиту детей», сегодня у нас ведь еще и другая дата. У нас сегодня день рождения Михаила Сергеевича Горбачева. 81 год ему исполнился. И поэтому я хотел вас спросить, Константин Анатольевич, вот какую роль сыграл Горбачев в вашей судьбе? Вот только прежде, чем вы начнете отвечать на этот вопрос, я сразу хотел сказать, давайте вот пропустим эту всю обычную лирику о свободе, о том, что он там все там открыл, разрешил и так далее. Вот лично в судьбе Константина Анатольевича Борового какую роль сыграл Михаил Сергеевич Горбачев? Ну, у нас было несколько, даже я бы так сказал, столкновений. В 90-м году, еще задолго до путча, значит, одна из организаций предпринимательских сделал заявление, что кредиты, которые предоставляются Коммунистической партии Советского Союза, значит, мы, ребята, мы отдавать их вам не собираемся. А вот так мы и заявили, что кредиты, которые предлагаются для поддержания нерыночной экономики, значит, отдавать представителей рыночной экономики, ну, это символическое такое заявление. Понятно, что потом все кредиты отдавали. Точно, Константин Анатольевич, а то я понял, что в цивилизованном мире, в который вы хотите так войти, именно так и принято. Берешь кредит, потом говоришь, что его нерыночно вам дали, и это вас, в принципе, освобождает от необходимости отдавать. Сейчас Башрас отберет кредиты огромные для борьбы с демократией, с оппозицией. Я думаю, что те, кто придут к власти, не будут отдавать эти кредиты. Константин Анатольевич, извините, что я сперебью, я просто хотел по внешнеполитическим вопросам чуть-чуть позже. Давайте к Михаилу Сергеевичу. Вот лично в вашей судьбе что он сыграл? Это первый эпизод. Второй эпизод, мы с ним общались после путча, естественно. Второй эпизод, когда он начал подвергаться некоторым репрессиям. Закрыли его институт, и тогда я его пригласил. У нас тогда был пресс-центр огромный, много журналистов. И, в общем, открыто поддержал. Потому что я не люблю, когда людей вот таким образом, ну, я не знаю, отстраняют от политической деятельности, обижают. И мы провели вместе пресс-конференцию. Он человек неблизких мне взглядов. Он зашел демократ. Константин Анатольевич, я думаю, ну, какой он коммунист, знаете, он такой же коммунист, как и, там, не знаю, анархисты СССР, примерно так же. Это что же за коммунист, который угробил страну, которую построили многие поколения руководителей и рядовых членов Коммунистической партии? Ну, не преувеличивайте роль Горбачева. Вы можете себе представить коммуниста, рекламирующего пиццу или сумочки, например? Ну, из-за, там, Троцкого рекламирующего пиццы. Тем более, что мы с вами знаем, как это произошло. Михаил Сергеевича в Фаросе заперли и начали реконструировать настоящий коммунизм. Подождите, Константин Анатольевич, у нас с вами... КЧП... Подождите, у нас с вами разные источники информации. Горбачев в Фаросе совершенно свободно ходил, у него был телефон, один из журналистов питерских спокойно дозвонился, он купался, у него не было никаких ограничений. Константин Анатольевич, вас неправильно информировали. А Пуча, это вообще, я с вами согласен, действительно большая инсценировка. Но вы сказали, что Горбачева выкинули из политики. Он сам себя выкинул. Это президент, который нарушил присягу. А до этого он, собственно говоря, фактически перестал быть генеральным секретарем Центральной Компартии, потому что передал центр власти в президентскую вертикаль. А потом в нарушение всех и вся законов Советского Союза отказался от присяги. Так что он сам себя, собственно говоря, вытолкнул. Но, Константин Анатольевич, у нас сейчас есть необходимость уйти на небольшую паузу. А после этого мы послушаем вопросы радиослушателей. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Николай Стариков. В эфире программа «Русская политика». А у нас в гостях Константин Анатольевич Боровой. Константин Анатольевич, в предыдущем промежутке нашей программы вы, как и свойственно практикующему политику, красиво и мягко ушли от ответа на вопрос, какова ваша оценка Горбачева. Поэтому мне приходится задать его еще раз. У него сегодня день рождения. Вы скажите, пожалуйста, все, что вы думаете об имениннике. Знаете, я не уклонялся. Просто вы говорили все время. Мне не давали слова. Теперь я с удовольствием... Это прекрасный человек. Мне он очень нравится. Не совпадаю с ним во взглядах, в политических, во многих. Ничего страшного. Люди должны иметь разные взгляды. У нас же с вами разные взгляды. Я ему желаю здоровья. Я видел его фотографии. Он не очень хорошо выглядит. Вот меня это расстроило. Мне хочется, чтобы он был здоров, потому что это часть нашей истории. Вот когда вы оценивали его политическую деятельность, вы все время употребляли такой термин. Мне кажется, вот когда оценка строится на предположениях, на каких-то предположениях о заговорах, результат получается очень сомнительный. Подождите, Константин Анатольевич. Михаил Сергеевич ушел в отставку, когда главы государств приняли решение о создании своих независимых государств, на что они имели право. Подождите, вопрос. Они не имели на это право. Согласно Конституции, ни республик союзных, ни Советского Союза, у руководителей союзных республик не было полномочий на Роспуск. Были проведены референдумы, соответствующие о независимости. В Белоруссии, Украине и России, скажите, пожалуйста, когда они были проведены? Вопрос сейчас. Нет, нет, Константин Анатольевич, когда были проведены эти референдумы о независимости в России? Когда прошел референдум о независимости? Очень интересно. Может быть, исторические открытия? В России референдумы не было, но было решение Верховного Совета России о независимости. Оно было после того, как эти три человека собрались, естественно. А потом, ну, давайте, это же, так сказать, плюс к вам, перфектум, значит, давно прошедшее. Давайте сейчас зададим людям этот вопрос. Мы сейчас зададим вопрос. Давайте. В Украине вашу идею о отмене независимости поддержат, ну, процентов 10. Константин Анатольевич. Вы все-таки действительно практикующий политик, потому что вы так ловко передернули мы слова. Я ни разу не говорил, что нужно отменить независимость украины. Значит, прекрасный человек, адаптировался, не совершил преступлений против человечности, что свойственно диктаторам, которые уходят от власти, там, как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн. А, значит, да, там есть Грузия, есть эти лопатки, есть много Вильнюса есть, значит, эти вопросы там еще требуют какой-то оценки исторической. Но мне, Михаил Сергеевич, нравится. Ну, Константин Анатольевич, спасибо за вашу, так сказать, откровенность. Я хочу сказать, во-первых, я не говорил о том, что необходимо лишить Украину независимости, это факт. Я хотел бы, чтобы Украина и Россия находились в составе нового какого-то надгосударственного формирования, оно уже есть. Вы сказали, что это незаконно? Это незаконно, но вопрос о... Ну, значит, следовательно, незаконно государство независимое Украина у вас получает. Ну, это сказали вы, Константин Анатольевич. Я не говорил, я против. Я все-таки предпочитаю говорить не в Украине, а на Украине. Что же касается того, что нужна действительно юридическая оценка, а у меня есть слово «паразит», мне кажется, от которого я буду избавляться, благодаря тому, что вы будете указывать на мои недостатки. Я хочу сказать, что именно поэтому мои коллеги по профсоюзу граждан России подали в суд на Горбачева. Мы требуем возбудить уголовное дело, чтобы как раз получить именно юридическую оценку. По-моему, вы спиарите в своем факте. Так, Константин Анатольевич, давайте примем звонок. Давайте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Мы вас слушаем. Вот скажите, пожалуйста, было 15 республик. Развалились. И только лишь в России вот эти вот Гайдары, Натановичи, Чубайсы говорят, что хлеба оставалось на два дня, макухи там на три дня. Хотя в 90-е годы только лишь строились одни банки и филиалы этих банков. Ну, а то, что Горбачев преступник, это, вот загадайте, скажи, 95%, что это как и Ельцин алкаш этот преступник, так и Горбачев. Да, спасибо. Пожалуйста, Константин Анатольевич. Что-то у вас все такие плохие и преступники, алкаши. Это голос народа, это радиослушатели. Нет, это не голос народа. Это голос плохо образованного, неграмотного человека, который еще и оскорбляет, что запрещено законом, между прочим. Что касается 91-го года, я не знаю, в какой вы стране жили. Может быть, вы жили в Кремле, где закрытый распределитель был. Может быть, вы жили в каком-то закрытом городе. Продуктов оставалось на несколько дней. Хазбулатов проводил совещания. Я на этих совещаниях был. Требовались срочные закупки продуктов. Это какой год? 91-й год. Это до? До прихода Гайдара. До распада Советского Союза. Ну, до формального распада Советского Союза, да. До назначения Гайдара премьер-министром. Значит, жрать нечего. На грани бунта. Я хочу напомнить уважаемым слушателям, что предыдущий именно бунт, октябрьский бунт в 1917 году, начал из-за перебой в снабжении хлеба. Февральский. 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 Ну, октябрьский, вы же понимаете. Ну, действительно, какая разница? Февральский, октябрьский. Действительно, разница практически никакой. Ну, я имел в виду, что февральский бунт закончился октябрьской революцией. Значит, это факт. Факт, с которым, так сказать, столкнулась страна. Говорит, что этого не было, что надо было любой ценой сохранить Советский Союз. Ну, вот появилась группа ГКЧП, они попытались это сделать. Результат нам известен. Хорошо. Игорь Константинович, спасибо за ваш ответ. И уже после очередной паузы мы с вами вернемся к вопросу, насколько рукотворными были те сложности с продовольствием, которые были к закату нашей общей страны. Уважаемые радиослушатели, напомню вам, что у нас идет голосование. Мы спрашиваем вас, должны ли наши дети оставаться в России, необходимо ли запретить международное усыновление. Тот, кто считает, что да, необходимо запретить, звоните, пожалуйста, по телефону код Москвы 495, 495, прошу прощения, телефон 916-55-81. Те, кто считает, что не надо запрещать международное усыновление, звоните, пожалуйста, 495-916-55-82. А мы возвращаемся к беседе с Константином Натановичем Боровым. Один из слушателей звонил, задал вопрос про поздний Советский Союз. И я, например, абсолютно точно знаю и лично видел даже, как на помойках лежало абсолютно хорошее продовольствие. Я был в стройотряде в Сибири и работал на овощебазе. И я видел продукты, которых не было в магазине, и они лежали на помойке. Вот самое удивительное было, мы поняли это не сразу, как нормальные жители Советского Союза. Вместо того, чтобы идти в магазин что-то купить, мы вечером шли к этой помойке и смотрели, там великолепный виноград лежал. И мы студенты, мне было 19 лет, брали там этот виноград, и он вообще абсолютно, абсолютно хороший. И есть масса свидетельств, что продукты выбрасывались, что не разгружались вагоны и так далее. Об этом много говорилось в программе «Пятое колесо», например, которая выходила в Санкт-Петербург. Так что вопрос рукотворности того кризиса, который вы упомянули в связи с февральской революцией, тоже, кстати, большая вещь. Я хочу сказать, что в феврале тоже был саботаж. Для того, чтобы вызвать недовольство в столице Российской империи, не подвезли черный хлеб. Белый-то хлеб, собственно говоря, был. Ну, давайте примем сейчас другой звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста, вы в Весерии. Меня зовут Сергей. Вот сейчас выступил господин Боровой, и вы сказали, пролежал виноград. Я в 1991-1990 году столкнулся с такой системой, что мне лично нечего было есть, меня кормили, что мне давало государство. Я служил в армии, и мои друзья в разных частях страны служили. Насчет винограда скажу. Была такая ситуация, что тот, кто имел эти горы винограда, не мог их поменять на горы мяса, не мог их поменять на горы телевизоры. А заключать договора, чтобы получить за это деньги, было невозможно, потому что за эти деньги, пока бонус получил, он уже через неделю, через месяц ничего бы не смог купить. А служил я в армии, я два года кушал просроченную пильку в томатном соусе, на обед, завтрак, на ужин. И хорошо, что так. С перловой кашей. Да, спасибо, пожалуйста, за ваш звонок, но я хочу отметить, что ваши впечатления относятся к периоду, когда катастрофа уже совершилась. Я же говорю о 89-м годе. Я в 89-м году был в стройотряде в Ноябрьске, и вот это все наблюдал. То есть еще экономика более-менее нормально функционировала, но тем не менее вот такой саботаж уже открыто наблюдался. Что вы скажете по этому поводу? Ну, глобальная проблема. Упали цены на нефть. Вот сами. Сами просто упали, а потом сами растут. То есть вы считаете, что цены на нефть никак регулировать невозможно? Я просто обсуждать не хочу эти конспирологические теории насчет того, что кто-то регулирует мировое правительство, регулирует цены. Неинтересно. Казатин Анатольевич. Позовите, позовите... А я тоже не хочу это обсуждать. Есть Саудовская Аравия. Вы вместе обсудите это. Казатин Анатольевич, существует Саудовская Аравия? Существует. Или это конспирологические бредни? Я вас прошу. Ну, не хочу это. Ну, это свидетельство нездоровья. Просто обсуждать эти теории. Хорошо. Значит, глобально. Упали цены. Значит, 70-й год. Там такая деформация мировой экономики. Началось падение цен. В 70-м. Кушать стало нечего. Кушать. Значит, экономика России ничего не производила. Если вы помните, мы импортировали хлеб. Мы импортировали зерно. Но я что-то не помню, чтобы в Советском Союзе кушали нефть. Все-таки кушали что-то другое. Закупались определенные товары, импортные, да. Но продовольствия закупалось не так много. Закупались одежда, обувь, к сожалению, закупалась. Потому что сами толком не могли ее производить. А продуктов импортных на прилавках-то практически не было. Мы же не нефть кушали. Кстати, Иван Анатольевич. Закупались продукты, поскольку экономика не работала. Все, как сейчас, это, кстати, очень хорошо написано в книге Гайдара «Гибель империи». Почитайте. Все, как сейчас, основные доходы от продажи нефти шли на закупку продуктов питания, такого же зерна, того же зерна, значит, одежды. Ничего не производилось качественно. Ставились огромные ресурсы, огромные деньги на военную промышленность, на космос. Недаром любимая карикатура тогда была у всех. Это батон хлеба, взлетающий, значит, как ракета. В тот момент, когда цены на нефть упали, государство занимало огромные деньги по всему миру, где только возможно было Советский Союз. Наступил момент, когда уже перестали давать в долг. Красивая сказка, Константин Анатольевич. В этот момент перестали давать в кредит даже и зерно. И начались проблемы, значит, если бы не был включен механизм вот этой конкуренции, рыночной экономики, как, кстати, и сейчас. Вот. Страна становится банкротом. Значит, я не знаю, в какой стране жили вы. В какой стране жили вы, но гуманитарная помощь поставлял Советский Союз, начиная там с 90-го, 91-го года. Вот сейчас обсуждается эта проблема детей. В 90-м году мы создали благотворительное общество, занимались тогда детьми голодными, брошенными, семьями. Меня вызывали в райком партии, я и качленом партии не был. И говорили, как вам не стыдно, вы занимаетесь проблемой, которой нету. Все счастливы, все... Мы им показывали бабушку, которая там получает пенсию 6 рублей, просто по закону. 6 рублей пенсия. Есть нечего. Это какой год, Константин Анатольевич? 90-й. А в 85-м вы занимались голодными детьми? Были голодные дети до начала перестройки? А, да, конечно. Были голодные дети. Была серьезная проблема. И вы ими занимались? Проблема социальная, нет. В 85-м году я как... То есть голодные дети появились все-таки при Горбачеве или раньше? Нет, нет, нет. Как преподаватель кафедры я занимался неблагополучными детьми. Значит, это называлось воспитание трудновоспитуемых. Огромное количество неблагополучных детей, беспризорников фактически. Константин Анатольевич, просто мы с вами подходим к очередному перерыву, который у нас есть. Я хотел бы обратить внимание на один факт, которого интересно так мимоходом упомянули. Вы сказали о том, что сейчас то же самое, что было при Советском Союзе. Возникает вопрос, а зачем тогда нужно было разваливать великую страну, если все равно осталось все то же самое? Разваливать великую страну никто не разваливал. Она развалилась сама, потому что не имела никаких, так сказать, оснований для существования. А законы, которые были, Конституции, это разве не основания с точки зрения цивилизованного сообщества? Когда государство перестает кормить своих граждан... Подождите, вот давайте юридическую плоскость. Вы же образованный человек. Что значит государство развалилось? Есть Конституция, есть президент. Три человека собираются в Беловежской пуще, нарушением закона подписывают какие-то документы. И преступник Горбачев в нарушении Конституции снимает с себя полномочия президента Советского Союза. Вместо того, чтобы передать вице-президенту или руководителю парламента. Вот о чем мы с вами должны поговорить. Но давайте к этому вопросу вернемся уже после перерыва. Меня зовут Николай Стариков. Это «Русская политика». Мы продолжаем беседу с Константином Натановичем Боровым. Давайте сейчас мы примем еще один звонок, после чего поговорим о международном положении. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Николай Викторович. Мы слушаем вас. Вы знаете, я, пожалуй, соглашусь с пожеланиями Константина Натановича здоровья Михаила Сергеевича в день рождения. В том смысле, чтобы он дожил до того дня, когда он будет осужден. И неважно, где он будет находиться в этот момент. В Лондоне, в Германии. Просто я хочу, чтобы он был осужден. Все. Спасибо. Давайте примем еще звонок, потому что здесь, собственно говоря, он... Нет, я хотел бы... Хотите, пожалуйста. Значит, к сожалению, Николай, вы назвали Михаила Сергеевича преступником в предыдущем своем выступлении. Я абсолютно в этом убежден. Да. От имени, я надеюсь, Русской службы новостей. Я гость здесь. Я не имею на это права, но я обязан это сделать. То есть, человека, которого не признали судом преступником, называть преступником, это нарушение закона. Значит, к сожалению, была допущена такая неточность нашего ведущего. Но это уже не ко мне, а руководству Русской службы новостей. Хорошо. Давайте еще один звонок тогда примем. Алло. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый ведущий, извините, пожалуйста, такое выступление, как говорят, выступление. Вы задайте, пожалуйста, вопрос. Зачем вы приглашаете таких людей на передачу, которые лгут? Пусть он прочитает Советскую Россию в конца 88-89 годов, где четко было написано, что делать с продуктами, что делать со страной для того, чтобы ее ликвидировать? Спасибо. Вы знаете, я думаю, что на этот вопрос, наверное, даже на риторический голос... Читать Совровскую я не стал бы ни в 89-м, ни позже. Это газета, которая действительно очень любила конспирологические теории, рассказывала о заговорах. Но это очень несерьезно, ссылаться на такую газету. Константин Анатольевич, у вас все, что происходит в мире, все почему-то конспирологические заговоры. Но мне хотелось бы просто ответить тому, кто звонил, уважаемые радиослушатели. Мы должны приглашать в студию разных людей, в том числе и тех, которые организуют партии. Скоро партий будет очень много, больше ста. Вам, как и всем нам, гражданам России, идти на выборы. И вы должны знать, за какую партию вам голосовать, а за какую партию вам точно голосовать не надо. Ну а теперь, Константин Анатольевич, если вы не возражаете, давайте мы с вами поговорим о международном положении. Благо, к этому есть хороший повод. Дело в том, что с 1 марта Россия председательствует в ООН. Как вы думаете, Константин Анатольевич, это председательство поможет ли России остановить агрессию Запада против Сирии? Или может быть у вас какая-то другая оценка того, что там происходит? Ну, это коллегиальный орган. Я думаю, председательство не дает никаких исключительных прав государству влиять на принимаемые решения. Так устроена демократия. Это координатор. Последовательно каждый из государств становится таким координатором. Я не думаю, что Россия будет, и главное, что сможет использовать свое какое-то положение для того, чтобы влиять на принимаемые решения. Уверен, что российские дипломаты и не попытаются это сделать. Константин Анатольевич, тогда я чуть-чуть перефразирую свой вопрос. Что с вашей точки зрения, вот либеральной, с точки зрения организуемой партии, название которой мы не будем произносить в эфире, что происходит в Сирии и что произошло в Ливии? Вот ваша оценка. Ну, есть международная оценка событий в Ливии. Нет, вот хотелось бы Константина Анатольевича Борового оценку. Я здесь не оригинален, и партия «Западный выбор» здесь не оригинальна. Мы ориентируемся на международные признанные правовые институты, на оценки международных правовых организаций. Для нас существенным является оценка не партии граждан России, по-моему, а Европейского Союза. Какая оценка? Что произошло в Сирии? Вот что сейчас? Вот расскажите. Я могу сказать мое. Моя оценка очень простая. «Запад» свергает законные режимы на Ближнем Востоке для того, чтобы хаотизировать весь этот регион, и поэтому осуществляет вторжение под видом некого, так сказать, брожения внутри, посылает туда спецназ, деньги, оружие, дипломатическую поддержку. В общем, повторяет все то, что он делал когда-то в 1936 году в Испании. Знаете, за деньги можно выйти на митинг в поддержку против Соединенных Штатов на Тверском бульваре. За деньги можно выйти на Поклонную гору в поддержку Путина. Но за деньги умирать, это мало... Вы не знаете о профессии наемники. Там не наемники, там не профессионалы действуют. Что вы говорите? А в Чечне? У нас в Чечне были эти наемники. У нас эти террористы были те же самые, те же самые источники финансирования были, те же западные ваххабитские центры, те же самые спецслужбы Запада. Я просьба, давайте говорить не обо всем вообще. Хорошо. Возвращаемся в Сирию. Мы Сирию и Ливию оцениваем. Сирию и Ливию, все. Что там? Да. Оценка международных институтов, ОБСЕ, Советы Европы, там, парламента... Константин Натанович, ваша оценка. Это и есть моя оценка. Это и есть моя оценка. Константин Натанович Боровой и ОБСЕ считает... Да. Считает, что в данном случае речь идет о диктаторских режимах. Задамах Узейна, Башара Асада, Муамара Каддафи, которые создали совершенно невыносимую обстановку для своих граждан. Эти граждане начали бороться с этими режимами. Бедного Муамара Каддафи там на глазах у журналистов просто разорвали на часть. Запад не помогает. Это вот сами люди борются. Взяли мозолистыми руками лопаты и мотыги и пошли бороться. В течение нескольких лет делаются заявления в том же Совете Европы, в Организации Объединенных Наций. Я помню, как считались жертвы в Сирии. Значит, выступает представитель Великобритании и говорит, господа, ну надо же что-то делать, 2000 человек уже убито. Там, через два месяца, господа, надо же что-то делать, 6000 человек убито. 10 тысяч человек. А кто их убил? Никто, ничего, режим. Нет, их убили неизвестные снайперы, которые сидели на крышах, и которые послали туда сами американцы. Они неизвестные снайперы появились позже, сильно позже. Они появились сильно раньше, они еще в Москве в 1993 году были. Сопротивление, вооруженное сопротивление началось после того, как количество жертв мирных демонстраций в той же Сирии превысило 10 тысяч. Хорошо, а откуда взялось оружие у тех, кто начал оказывать вооруженное сопротивление? Вот не было, не было оружия, их убивали, убивали, а потом раз и оружие появилось. Откуда? Ну, наверное, поставляли. Все-таки Запад поставляет оружие? Почему Запад? А кто? Я думаю, не только Запад, но и Восток. Отношение к этому Башру Асаду очень сложное, между прочим, в арабском мире. Значит, иностранное вмешательство есть. Вот это самое главное. Сейчас есть, в этом нет никаких сомнений. Мы сейчас с вами прервемся для того, чтобы продолжить разговор о Сирии и Ливии. Пришло время подвести итоги голосования, которые мы объявляли, уважаемые радиослушатели. Итак, мы спрашивали вас, должны ли наши дети оставаться в России, то есть необходимо ли запретить международное усыновление? Я хочу сказать, что почти 72%, если точно сказать, 71,6% сказали, что да, действительно нужно запретить. И 28,4% считают, что международное усыновление запрещать не нужно. Ну, а мы возвращаемся к разговору с Константином Натановичем Боровым. Мы разговаривали о ситуации в Сирии. Выяснили, что все-таки некие восточные страны в Сирию оружие все-таки поставляют. А вот США, Великобритания никакой поддержки не оказывают. Вот только сердце у них болит за безвинно погибающих людей. Ни оружие, ни денег. И арабы, и арабские государства, и Соединенные, не знаю. У них очень сложно с этим. Они сами заявляют об этом. Они говорят, что мы выделили деньги. Если заявляют, значит дают. Поддерживать сопротивление народа, это нормально. То есть вмешиваться в внутренние дела страны, это нормально. Давайте представим такую ситуацию. Некая часть российского общества, не дай бог, вот болотная, говорит, что их угнетают и что им нужно оружие. Значит, вы считаете, считаете ли вы, что Соединенные Штаты в этой ситуации должны поддержать народ оружием, и это нормально? Я думаю, тогда, когда возникает гуманитарная катастрофа, когда режим начинает убивать своих граждан, нарушая все возможные права человека, и когда, что немаловажно, граждане начинают оказывать вооруженное сопротивление, поддержать таких граждан, фактически защитников своих гражданских прав. То есть ни суверенитет государственный, ни международные договоры, ни международное право не важны. Вот есть где-то какие-то повстанцы, которых можно вырастить самим, в крайнем случае показать по СНН, и можно туда засылать уже оружие. Я вас правильно понимаю? А, обращается? Нет, нет. Все делается постепенно. Сначала государства обращаются к режиму, к Башарасу, и говорят, у вас гуманитарная катастрофа, примите, пожалуйста, какие-то меры. Он не меры принимает, а начинает самолетами, так же, как Муаммар Каддафи, кстати, бомбить города, которые его не поддерживают. В этот момент человечество, я бы не говорил там, Соединенные Штаты, нормальные люди, мы с вами, если мы относимся к нормальным людям, мы говорим, это надо немедленно прекратить. И послать туда оружие. В том числе, так как было сделано в Югославии, значит, Слободана Милошевича лишить вот этого инструмента в армии, с помощью которого он физически уничтожал граждан своих стран. Хорошо, Константин Анатольевич, позвольте вам напомнить один исторический пример. Вы поймете сейчас, о чем я буду говорить, я не буду называть даже точную дату. Представьте себе, что демократически избранный руководитель Германии видит, что в Польше угнетается немецкое меньшинство. Кроме того, угнетается еврейское и украинское. Германское правительство делает неоднократные заявления польскому правительству с призывами прекратить этот произвол убийства, аресты жителей немецкой национальности, имеющих польский паспорт. Польское правительство вместо этого объявляет мобилизацию, отказывается вести какие-то переговоры и продолжает репрессии против мирного населения. После чего, естественно, согласно вашей логике, у германского руководства не остается никакого выбора, кроме как вооруженным путем прекратить вот этот геноцид против мирного населения. Мы с вами сейчас обсудили то, что Гитлер выставлял в качестве претензий и в качестве повода, когда он напал на Польшу. Вам не кажется, что параллели очень похожи? Вообще никаких параллелей. Обычная демагогия ведущая, которая спрашивает слушателей, хотите ли вы, чтобы оставались дети в России, а после этого говорит, проголосовал 72% за то, чтобы запретить иностранное становление. Просто хитрожопая, так сказать, ложь. Но демагогия. Там не было никакого повода. Казус Белли, повод к войне, был придуман. А вам не кажется, что Запад сейчас придумывает повод для вторжения в Ливию и Сирию? Нету 10 тысяч человек. Если бы в Польше погибло 10 тысяч человек, мы бы с вами по-другому говорили. А там была провокация, в результате которой погибло, по-моему, 6 человек. В Польше, благодаря тому, что политики использовали тот метод, о котором вы говорите, погибли 5 миллионов. У нас погибли 27 миллионов. Ну, давайте спросим мнение наших уважаемых радиослушателей. Давайте примем звонок. Алло? Алло? Здравствуйте, вы в эфире. Тогда берем следующий. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Мое мнение следующее. На сегодняшний день мы можем говорить, что все инспирируется с Запада, с Америки, с Востока. Но вопрос в том, что Советский Союз в том числе обладал мощной системой собственной безопасности в лице КГБ. И говорить о том, почему не сработала эта система, и как это так, что там и Министерство обороны, и ГРУ, все провалились. Наверное, значит, провалились из-за того, что были более глупые, чем английские, американские и другие соответствующие органы. Вот об этом нужно говорить. Причина в том, что в соответствующих органах работают люди, которые недостаточны для исполнения своей квалификации по сравнению с требованиями сегодняшнего дня. Ну, я с вами полностью согласен. Только, уважаемые коллеги, хочу сказать, что вы немножечко высказали свое мнение не в струю той дискуссии, которая у нас сейчас такая бурная с Константином Натановичем проходит. Действительно, раз спецслужбы Советского Союза не смогли предотвратить приход к власти Михаила Сергеевича Горбачева, который сознательно разрушил свою страну, то, конечно же, это можно поставить в упрек нашим спецслужбам. Но мне хотелось бы, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, высказали свою точку зрения по поводу того, что происходит в Сирии и Ливии, потому что у нас тут есть небольшие разногласия с Константином Натановичем по поводу блаженного Августина. Что же там все-таки происходит в Сирии и Ливии? Ваше мнение. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Знаете что? В Ливии, везде, вот в воровских странах, они угрожают Израилю. А Израиль руками американцев хочет ослабить арабский мир, потому что, потому что это, с одной стороны, очень грамотно поступает Израиль, понимаете, он обезопасывает себя. Вот поэтому, поэтому руками Америки и уничтожает арабские страны. Простите, я просто уточню ваше мнение. Вот Константин Натанович считается, что там все происходит само и уже потом отмечено. Нет, 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 ничего само собой не происходит. А вот раньше я вам скажу другое, что колбаса выбрасывалась, в лесах горели рефрижераторы с обувью, с детской одеждой, высыпалась пшеница. Это все доказано, подрывали Советский Союз. Я вам прочитаю одно маленькое стихотворение. Союз нерушимый разрушен врагами. Уважаемый коллега, мы сейчас, к сожалению, не располагаем временем для того, чтобы послушать стихотворение. Слово вам, Константин Натанович. Это тоже какой-то не тот слушатель. Может нам принять другой звонок? Нет, но у вас патриотическая передача. А слушатели мы как-то специально патриотически обрабатываем, когда они звонят сюда? Просто вас слушают патриоты. Это плохо? Глупости эти нормальные люди слушают. Вот, ну не сердитесь, Николай, только ради бога. Да что вы, господи, я абсолютно не сердюсь. Давайте прямо на другой звонок. Констерологический, констерологический бред. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, что по вашему мнению происходит в Сирии, Левия? Была недавно очень хорошая программа, буквально, на вашем же канале. Пару дней назад приглашали человека-дипломата, как раз выходца из Сирии. И он подробно рассказывал, что на самом деле все изначально началось с арабских революций, вот подъем в стране, да, и люди встали. Но ситуация была больше 40 лет в таком зажатом состоянии, и люди не имели толком прав, и не было там никаких выборов. И из-за этого, собственно, вся эта подоплека была, этого конфликта. И люди действительно там поднялись, те, которые, оппозиция, захотели добиваться прав, демократических свобод. Так их Запад и Восток финансировал или нет? Конечно, во всех этих конфликтах есть геополитические интересы и России, и Америки, безусловно. Нет, ну, в России интерес очень простой, это мир во всем мире. Но, уважаемый коллега, мы ваше мнение поняли. Константин Анатольевич, видите, есть люди, которые, скажем так, не совсем разделяют мою точку зрения, но и не стоят полностью на вашу. Это нормально. Поэтому я не думаю, что стоит думать о том, что мы как-то отбираем радиослушателей. Ну, международные... Я о ней ни в коем случае не намекаю. Я говорил, что просто вашу передачу любят ваши радиослушатели. И это очень хорошо, вы создаете свою аудиторию, концентрируете ее. То, что касается финансирования. В момент, когда начались процессы внутренние, конечно же, никакого финансирования не было. Это было гражданское общество и в Сирии, и в Ливии, и в Ираке, между прочим. Люди, которые попытались... И в Чечне тоже не было никакого финансирования? Тоже гражданское общество само ушло в горы, само нашло себя автоматы? Давайте не отвлекаться. Не будем отвлекаться. Мы сейчас о Сирии и Ливии говорим. Ну, хорошо, давайте о Сирии и Ливии. Им доказали Башрасот, в частности. Да нет, ребята, все будем делать там так, как хочу я. Я что-то не помню таких слов. Начал уничтожать всякую оппозицию. Нет никакой оппозиции. Хорошо. Константин Натальевич, я прошу прощения, прерву нашу дискуссию на международную тематику. У нас еще осталось немного времени. Давайте еще один вопрос обсудим. Он насущный, интересный, и мне тоже интересна ваша точка зрения. Вчера прошла информация о том, что банкир Бородин из Банка Москвы, который подозревается в массовых хищениях средств, получил политическое убежище в Великобритании. Вот мне хотелось бы услышать вашу оценку этого. Ну, это правовой вопрос. Безусловно, я не могу его называть вором или нечестным человеком. Нет у меня на это прав и нет соответствующих решений суда. Ну, мне кажется, что банк был консолидирован с многими, очень многими программами, не очень прозрачными, скажем так, о которых вот Борис Немцов писал, и которыми руководила Елена Батурина. Вот, и какие-то кредиты он выдавал, очень странные, без всякого залога. А почему ему политическое-то убежище дают в Лондоне? Почему Великобритания, которая так печется о борьбе с коррупцией, не выдает его сюда? Закон, закон. Значит, есть закон, который позволяет суде, судье принять такое решение. А где там политика? Никто на него не влияет, на этого судью. Подкупить его нельзя. Бородин представил документы, что начинают там, кроме финансовых претензий естественных и уголовных дел, еще есть статьи, там, скажем, политического характера, которые его в чем-то обвиняют. Судья говорит, да, есть составляющая политическая, политическое убежище обязаны предоставить. И все. И это связано было с дурачками, которые здесь решили, как вот с детьми, с усыновлением международным, решили использовать это в политических целях Бородина. И получили по рукам, теперь у Бородина, теперь вот следственных органов нет возможности вернуть, насколько я понимаю, там, сотни миллионов долларов, а Бородин имеет политическую убежище. Но виноват, я так понимаю, с ваших слов, исключительно Россия. То есть Россия начинает процесс очищения, возбуждает уголовное дело против человека, который подозревается в воровстве, который действительно имел некий роман с властью, но после того, как хапанул денег, и власть заметила это, и решила его отодвинуть от этого. Мы не знаем, мы предполагаем. Он убежал в Лондон, мы требуем его выдать, они нам отказывают, и мы оказываемся виноваты в том, что они нам его не выдали. Отказывают не Лондон, не дипломатические ведомства. Отказывает конкретный судья, честный, в честности которого никто не сомневается, который рассматривает и в России, и документы Бородина. Хорошо, Константин Анатольевич, мы вынуждены заканчивать. Приглашу вас обязательно еще в программу, бесконечно интересно. На этом русская политика заканчивается, мы с вами услышимся через две недели. Всего доброго.